А вы смотрите новости. Добрый день. Для вас работает сурдопереводчик Виктория Антонишина и я Алмаз Ашин. Казахстанские космические аппараты дистанционного зондирования более чем за год работы отсняли около 300 миллионов квадратных километров Земли. Такую информацию сегодня озвучили на международном семинаре по космической тематике. По словам специалистов, это огромные архивные данные, переработка которых позволит решить различные задачи сельского хозяйства, экологии, картографии и недропользования. Система ДЗЗ уже использовалась в практике в отечественном агропромышленном комплексе. Мониторинг по оценке различных составляющих, который начинается весной, в итоге может спрогнозировать осенний урожай. Плюс ко всему к услугам казахстанских спутников уже прибегали другие страны. Космическая техника, космические технологии стали эффективным инструментом решения экономических задач. И в этом вопросе мы не первые. Мы идем во след развитых стран, которые этим эффективно пользуются. Да, это дорого, но это окупается в несколько раз. Например, космические системы связи, они окупаются трижды четыреста. Космические системы дистанционного зондирования Земли сейчас вот на этом этапе вышли на окупаемость. По словам министра по инвестициям и развитию Осеты Секешева, космические технологии, которыми владеет Казахстан, позволили стране войти в тридцатку лучших в этой отрасли. Подготовкой соответствующих специалистов у нас занимаются четыре вуза. Более сотни ученых-инженеров прошли обучение в различных университетах мира. А сегодняшний семинар дает возможность обмена опытом между отечественными экспертами и поставщиками данных ДЗЗ с мировым именем. Кроме этого, как отметил министр, уже со следующего года услугами спутников дистанционного зондирования Земли смогут воспользоваться государственные органы. Космический отрасль, я думаю, что все понимают, что в новой экономике, в будущей экономике это одно из важных направлений. Космические технологии, они будут играть важную роль. Это не просто какие-то исследования далекого космоса. Это очень важно для наших отраслей, для транспорта, сельского хозяйства, экологии и многих других направлений. Эта тенденция ставит перед Казахстаном задачу развивать целый комплекс направлений и широкий спектр космических услуг. Да, кстати, казахстанским бизнесменам предоставят скидку до 30% на снимки спутников ДЗЗ. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Казахстан Гарыш Сапара Марат Нургужин. По его словам, стоимость фотографий, сделанных аппаратами дистанционного зондирования Земли, средняя на рынке. Казахстанскими фотографиями уже интересуются другие страны, среди которых Египет, Иран, Беларусь, Украина, Кыргызстан и Туркменистан. По мнению экспертов, система ДЗЗ открыла множество возможностей для госорганов, которые получают эти данные бесплатно. Государственные предприятия будут проверять частные аудиторские компании. Такое новшество предусмотрено в новом законе о государственном аудите и финансовом контроле. Как сегодня пояснил председатель счетного комитета Козыкорпеш Джамбурчин, решение передать часть функции аудита в частные рунки принято в связи с большим количеством госорганизаций. Проверка будет касаться использования бюджетных средств, финансов национального фонда и государственных активов, а также эффективность их использования. Что касается критериев, в настоящее время эти стандарты, правила оценки проведения аудита специального назначения, они сейчас разрабатываются счетным комитетом и будут утверждаться по согласованию с уполномоченным органом по внутреннему аудиту, с комитетом по государственному имуществу. Вместе с тем новый закон предусматривает институт камерального контроля, то есть 100% процедур госзакупок на веб-портале будет проверять комитет финансового контроля. Это позволит проводить аудит дистанционно. В 2017 году впервые на постсоветском пространстве в Казахстане пройдет международный конгресс национальных социологических ассоциаций. Об этом стало известно сегодня на Астанинском форуме, который был посвящен предстоящему дню первого президента Казахстана. Более сотни ученых и исследователей из России, США, Турции, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана собрались в Астане. Они говорили о роли социологии в жизни общества. Я думаю, что социология не должна быть апологетичной в отношении политического режима и даже замечательных реформ. Она должна увидеть непредвиденные последствия хороших намерений, которые не всегда бывают замечательными. Иногда они приводят к деструктивным результатам, и социологи должны помочь рассмотреть риски для обычных людей. Социологи должны представлять интересы гражданского общества и уязвимых групп населения. С обретением независимости институт президентства стал системообразующим. Именно благодаря институту президентства и роли главы государства, те активные, может быть, не всегда социально, скажем, приветствуемые реформы, они прошли удачно, то есть они преобразовали страну, они создали фактически новую страну. А в этом году в республиканском конкурсе «Алтенсапа» Казалардинская область представят два крупнейших предприятия. Одно из них – «Жанросдриллинг». В буровой компании, несмотря на колебания цен на мировом рынке нефти, смогли не только сохранить все рабочие места, но и увеличить объемы производства. Участие в конкурсе станет стимулом для роста качества услуг и привлечения новых крупных инвесторов. Так считают в этой компании. Территория деятельности «Жанросдриллинг» – это почти треть Казахстана. За последние пять лет фирмой пробурено 450 и отремонтировано более 3000 скважин. Коллектив настоящих профессионалов – вот наше главное достижение, говорят в компании. Я здесь уже больше 10 лет работаю на месторождении. Условия отличные, зарплата стабильная. Несмотря на кризис, есть объемы. Компания заявила о себе не только на торгово-промышленных площадках региона. Особый акцент на социально-общественную деятельность. «Жанросдриллинг» оказывает постоянную поддержку воспитанникам детского дома и престарелым козлординцам, талантливым школьникам и подающим надежды спортсменам. В 2013 году компания была удостоена премии «Парыс». В прошлом году на реализацию социальных программ было затрачено 34 миллиона тенге. Участие в республиканском конкурсе «Алтын Сапа» – это хороший шанс представить достижения компании и привлечь новые инвестиции. В конкурсе примут участие две компании от региона. «Жанросдриллинг» представит сферу оказания услуг. «Газгермунаев» – номинация промышленных предприятий. «Жанросдриллинг» расширяет географию партнерства. Сегодня фирма сотрудничает с предприятиями Мангустаусской и Этераусской областей. В планах выйти на рынок услуг России и Алжира. Катерина Брынюк, Райхан Тажибаева, Канат Янсибаев, Руслан Айтмамбетов, Казларда, 24КЗ. Посмотрим, что происходит в мире в Бангладеш. Неизвестные открыли огонь по шиитам во время молитвы в мечети. В результате погиб один человек, трое ранены. Как рассказывают очевидцы, в мечеть ворвались трое или четверо молодых людей. Они начали расстреливать тех, кто попадался. В тот момент в здании находились около 20 человек. Нападавшие успели скрыться до прибытия полиции. Ответственность за теракт взяла на себя группировка Тегил. Добавлю, в последнее время в Бангладеш, где большинство населения составляют мусульмане-сунниты, участились нападения на шиитов. В Греции протестуют против пенсионной реформы. Манифестации охватили Афины и еще 12 крупных городов. Возмущение демонстрантов вызвало предложение правительства, согласно которому пенсионная система все меньше будет зависеть от прямого государственного финансирования. Пенсионные фонды несут большие потери из-за реструктуризации Греции, госдолга в 2012 году, быстрого старения нации, а также из-за высокого уровня безработицы. Размер пенсии будет снижен, так же значительно сокращены расходы на здравоохранение. Мы находимся в глубокой пропасти, лишившись медицинской помощи и лекарств. Правительство Японии намерено увеличить помощь развивающимся странам до 10 миллиардов 600 миллионов долларов в год. Эта инициатива будет объявлена премьер-министром Синзо Абе во время Всемирной климатической конференции в Париже. Она начнется 30 ноября. Сейчас в борьбе с глобальным потеплением Япония ежегодно выделяет около 8 миллиардов долларов. Эти деньги идут на строительство геотермальных электростанций, развитие систем городского транспорта и инфраструктуры для минимизации последствий при стихийных бедствиях. В США начался сезон рождественских распродаж в последний четверг ноября. Американцы отмечают один из главных праздников – День Благодарения. Следующий за ним день получил название «Черная пятница», когда продавцы предоставляют огромные скидки. Толпы людей всю ночь ждут открытия магазинов. Нередко все это заканчивается настоящими схватками за товар. Наиболее выгодными покупками в этом году станут электроника, бытовая техника, предметы обихода и игрушки. Что-то из этого может продаваться в 10 раз дешевле обычного. Согласно опросам, более 135 миллионов американцев планируют посвятить предстоящие выходные походам по магазинам в поисках выгодных предложений и дешевых подарков. Вернемся к новостям в нашей стране. Жителям Уральских многоэтажек дали два месяца, чтобы зарегистрировать и поставить на учет все лифты. В противном случае их остановят. Контроль технического состояния и безопасности лифта передан Управлению энергетики и ЖКХ. На учете сейчас всего 50 лифтов из 375. Как выяснилось, у третьей стекли сроки эксплуатации уже представляют опасность для людей. Но жильцы домов ответственность за старые лифты нести не хотят. КСК это тоже невыгодно. Там говорят, что предприимчивые горожане взламывают чипы в лифтовых ключах и делают их дубликаты. Люди ездят бесплатно, а до технического состояния лифтов никому нет дела. Ситуацию взяли под контроль местные исполнительные органы. Народ много ездит, а покупку у нас, которую получили, там допустим, если 100 человек, из них 50 купили, 50 на хоров ездить. Я обращался, кто ключи делает, предупреждала, что мы подадим в суд. Так как вы свою пользу делаете, а нашей пользы нет, которую оплачивают люди, а не страдают. Вот сейчас говорят, отключайте лифт. В первую очередь, согласно статье 35 пункта 2 жильщих отношений, возложена, в первую очередь, ответственность на жильцов. Они обязаны содержать имущество объекта, когда минимум, следить за техническим состоянием. Мы должны ставить на учет, ввести контроль за безопасной эксплуатацией. Возможно прекратить эксплуатацию до лифтов, которые уже не соответствуют стандартам, техническому регламенту. Сельскую молодежь нужно обучать в лучших вузах страны. Такое мнение сегодня во время обсуждения проблем села высказали члены партии АОЛ. По мнению участников, необходимо уделить особое внимание профессионально-техническому образованию сельхозработников. В АОЛ отметили, что наращивание инновационного потенциала аграрной политики и развитие человеческого капитала остается главным ориентиром для партии. Этот постулат, он и в советское время был стирать разницу между городом и деревней. Он сейчас также актуален. В принципе, мы село должны довести до уровня города по всем показателям, по обслуживанию. Естественно, молодежь должна стремиться туда, где привлекательно. Я думаю, что можно было бы и сельским детям, те, которые в сельских регионах, оплатить обучение, то, которое не могут позволить себе сельские жители в наших хороших вузах. И эти дети, вышедшие из села, которые будут потом получать образование в этих высших учебных заведениях, я думаю, они должны возвращаться к себе в село. Важно быть нужным. Это девиз людей, которые собрались сегодня в Астане на Республиканском съезде благотворительных организаций, меценатов и доноров. Он проходит в эти минуты во Дворце мира и Согласия. Делегаты из 14 регионов Казахстана дадут старт новой акции Ассамблеи народа Казахстана под названием «Караван милосердия». Моя коллега Гаухар Сарсимбаева сейчас находится на прямой связи с нами, и я передаю ей слово. Добрый день. Алмаз программа очень насыщена. Торжественному открытию съезда предшествовали благотворительные акции по сбору средств для больных детей, а также выставка продажи изделий декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Все собранные средства пойдут на экстренное лечение тяжело больных детей. Здесь же состоялась презентация фильма, в котором показаны многовековые традиции милосердия казахского народа и роль лидера нации в развитии благотворительности. Сегодняшнее мероприятие – это логическое продолжение успешных проектов Ассамблеи народа Казахстана. Напомню, в рамках года АНК прошла эстафета 20 добрых дел. Реализуется дорожная карта мира и Согласия, и вот сегодня стартует «Караван милосердия». К слову, еще вчера делегаты побывали в восьми соцучреждениях столицы и развезли подарки, деньги и спецоборудование. Слова благодарности бескорыстным казахстанцам выразила и госсекретарь Гульшара Абдекаликова. Она поздравила победителей республиканской эстафеты, награждает меценатов по семи номинациям, к примеру, за вклад в строительство соцобъектов на селе, оказание срочной медицинской помощи детям, опеку над ветеранами войны. Как уже отмечалось, милосердие – это состояние души. Так вот, децибелы добра, тепла и милосердия в этом во Дворце мира и Согласия сейчас просто зашкаливают. Я вернусь в зал для того, чтобы увидеть все это своими глазами и передать царящую атмосферу нашим телезрителям. Уверена, что и среди них есть добрые, отзывчивые люди, которые помогают нуждающимся. Алмаз. Гаухар, спасибо. Напомню, это была моя коллега Гаухар Сырсимбаева. У нас на этом все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе тайфедащих. Субтитры подогнал «Симон»!